Для кого-то это просто обычная ветка, а кого-то она вдохновляет на творчество. В Иркутске идет подготовка к фестивалю, на котором арт-объекты создают из природных материалов. Все подробности у Петра Неупокоева. Это не заготовка дров, а самый настоящий творческий процесс. Все эти ветки и деревяшки – материал для создания необычных скульптур. Их возводят в рамках Всероссийского фестиваля «Культурная столица», который проходит в эти дни в Иркутске. Участница фестиваля Флорист Тамара Черниговская создает образ Ангары. Правда, с первого взгляда он больше похож на обычную поленницу. Это техника, она так и называется – поленница. То есть это абсолютно флористический термин – техника – поленница. То есть она бывает и в букетах, и в упаковке. Создание таких необычных форм называется парк-арт. Это современное направление в искусстве, некая смесь ландшафтного дизайна, флористики и скульптуры. Очень популярна во всем мире, а вот в России это первый подобный проект. И, судя по всему, удачный. Участники фестиваля иркутские флористы уже сплели из веток ивы электрическую лампочку, сложили из сосновых лап почти идеальную сферу, а теперь создают части человеческого тела. А здесь создают арт-объект под названием «Губы», как говорят сами флористы, если их поцеловать, исполнится любое желание. И я буду первый, кто сделает это. После такого поцелуя и до свадьбы недалеко всего в двух шагах сплетены обручальные кольца. Символ супружеской верности флористы создавали два дня и потратили на них больше сотни веток. Ни одного дерева не пострадало, ничего не спилили, тем более здесь. Просто собирались какие-то палки от деревьев, которые упали, может быть, там их рубили. Для того, чтобы люди смотрели на прекрасные вещи, воспитывался вкус. Воспитывать вкус можно начинать уже завтра. К утру флористы обещают закончить работу и представить на суд иркутян восемь арт-объектов. И если скульптуры не разрушат до осени, можно будет смело назвать Иркутск культурной столицей Восточной Сибири. Петр Нюпокоев, Александр Дудин. Новости по будням.